Дорогие братья и сестры, салам алейкум ва рахматуллах и барракату. Вы видите за окном раннее утро, еще темно, после утверденного намаза мы снова с нашим дорогим, любимым шейхом Устазом Асхат Хазратом после небольшого перерыва. И сегодня я хотел бы попросить нашего дорогого шейха Асхата раскрыть нам тему, как подтолкнуть людей к изучению Курана. Огромное количество верующих держат Куран дома на полках, а у многих даже нету Курана полноценного дома. Какой-то перевод может быть стоит, там, не знаю, Крачковский, Пороховый или Эльмира Кулиева. Но вот самого Мусхафа, самого писания, крупными буквами, чтобы было написано, чтобы раскрывали, каждый день читали, такой традиции у многих дома нет. Потому что многие не умеют читать, не знают, как это начать, у них нет времени, они зарабатывают, у них там маишат, дунья, детей воспитывать, кормить кучу родственников и так далее. Как в этой ситуации, в этой суете, беготне, тем более учитывая накатывающийся кризис, что большое количество людей будет заняты чисто мирскими проблемами, как сподвигнуть людей к изучению Курана, чтобы они хотя бы начали его читать, а уж понимание придет в начало света. Бассимии, уважаемые братья и сестры, уважаемый Шик Руслан. Просим Аллах, чтобы мы с вами были, скажите Амин, чтобы мы были из тех людей, которые живут вместе с Кураном, эти люди приближённые к Аллаху. Этот вопрос, субханаллах, очень актуальный. И если посмотреть, вот многие братья, например, которые есть, порядки 10 лет мне звонят, брат начала, шейх, имам Хазрат. Хочу научиться читать Куран, всё, приходи на урок. То есть из числа ваших прихожан? Из числа прихожан. Альхамдулля. Некоторые, Машаллах, быстро изучают Куран, некоторые быстро. Есть, выучили за короткое время. Другой же человек, наряду с ним, приходил, тоже хотел изучить Куран. И это прошло 10 лет, это один из братьев, почти Куран, весь Иисус выучил, читаю с таджвидом, с маканатами и так далее. Другой же брат, наряду с ним, до сих пор не научился. Потому что начинает, оставляет, потом опять начинает, на следующий год и так далее. Поэтому здесь, в первую очередь, что должно быть? Самое главное, полюбить это. Полюбить в Куране, захотеть выучить его. Посмотрите, уважаемые братья и сестры, Рок Мухаммад сказал, «То, кто полюбил Слово Аллаха, речь Аллаха, этого человека полюбил синий Вишн Аллах». То есть мы в этой жизни еще же хотим получить довольствие и любовь к Аллаху. И когда мы понимаем, если мы полюбим Куран, полюбим речь Аллаха, в этот момент Аллах нас полюбит. Почему? Где, так скажем, тот толчок, чтобы полюбиться, во-первых? Все говорят, мы любим Аллаха, мы любим Куран. Но почему мы не разучаем? Как же полюбить? Аллах, когда писает в Куране, говорит, Пусть радуются этим неспосланием, Кураном. Это лучше, чем все то, что они соберут вокруг себя. Это лучше, чем все богатства этой дуне. Это лучше, чем все-все, что нас окружает. Куран – самое лучшее богатство, подарок для нас, от Всевышнего Аллаха. Субхиалляху ва Та'але. Если посмотреть, то мы знаем в Сиру, Рок Мухаммад, саллаху алейху ассаляму, вы знаете имена сахабов таких, как Абубак, Раду Алма, как Умар, как Узман, как Али, Раду Аллаху Аймаду, Таляха, Зубей. Но мало кто знает про сахабу Убей, Убей бин Ка'б. Один раз Пророк Мухаммад, саллаху алейху ассалям, вышел в царе сахабов и сказал, «Инна Акруму убей». Моилучший честь Курана назвал Убей, Убей бин Ка'б. И когда Аллах, субханам ата'але, Приказал пророку Мухаммаду Прочитать сурату Альбайная Прочитать Бангайбал Пророк Мухаммаду подошел И сказал Полирует она Приказал мне прочитать Сурату Альбайна В этот момент Он сказал Он удивился Он спросил Он произнес мое имя Среди ангелов Сказал ангела Абу баин! не сказал Абу Баи не сказал Абубакр он был первым правителем т.к. который был Сыдиқ не сказал Абубакр который был так intimidated не сказал Абубай И сказал, бей, причем, потому что он был с Кураном. Он был чесец Курана, и Аллах, Субханава Талли, именно его имя произнес, где он был. Аллах, Субханава Талли, пророк Мухаммад, Салли Али Санта, также сказал, «Инна хадал Куран, я рфа Аллаху би-эквам, уэдахан ахарин». Через Куран Аллах, Субханава Талли, поднимает один народ и унижает другой, Субханава Талли. Куран, юхидил арвах, Куран оживляет сердца, аля, бизикриллахи, татмаиннан кулук. Когда человек читает Куран, поминает Аллах, Субханава Талли, его сердце чувствует спокойствие. Дорогой хазрат, вот я на основе своей жизни скажу, люди, когда приходят в ислам, к намазу и Курану, у них бывает какой-то порыв первый. И они держатся на нем год, два, три, потом начинает сердце покрываться ржавчиной, слабеть, суета. И немногие, наверное, сердца снова вспыхивают, возвращаются. У меня было несколько порывов к Курану, когда я начинал чувствовать особенно его сладость. На слух, когда ты его слышишь, когда сам читаешь, у тебя сердце отзывается, оно просто вибрирует, твое сердце. Вот, наверное, сердце, любовь сердца к Курану в этом. Знаете, Шикар Слава, почему вибрирует сердце? Потому что Аллах его не спасло на сердце. Аллах, Субханава Талли, в Куране смотрите, что говорит, Субханава. Описывает Куран, говорит, поистине, это не спасло на Господу миров. Когда мы слышали спасло на Аллах, уже мы дрожим. То есть не от кого-то это не речь, даже это не речь правителя, это речь создателя всех правителей, речь создателя. Потом говорит, Назаламин, Руху, Амин. Аллах спасло на миссии Курану, Джебраил, Аля Салам. Самого лучшего из ангелов избрана Джебраиля. Для этой миссии Руха, Амин, Джебраил, Аля Салам. Третье, Аллах, Субханава Талли, на твоё сердце, Мухаммад. Аллах, Субханава Талли, сказал, Аллах, Субханава Талли, на твоё сердце. Литакуна минальмунзерин, дабы ты был в числах тех, кто вешевает. Били саны, араби и мубин, на чистом, ясном, арабском языке. Здесь Аллах, Субханава Талли, упоминал четыре вещи, фадайли. То, что он от Аллаха. Второе, то, что Аллах, Субханава Талли, сбрас для этого месяца, самый лучший из Ангелов, Джибраил, на самое чистое, лучшее сердце, на сердце Мухаммада, на самом прекрасном языке, на арабском языке. Дальше, Субханава Талли, описывает Кур'ан, говорит, Бель хуа аяту байнату фи судури ладина утуль айн. Фи судури ладина утуль айн. Кур'ан, рисовняющий знамение в сердцах, в груди обладателя знаний. Дальше, Субханава Талли, говорит, Неужто люди не размышляют над Кур'аном? Или на их сердцах замки? Аллах, Субханава Талли, сказал, на их разуме, на их сердцах замки. Дальше, Субханава Талли, говорит, Инна фи ذалика ла зикра в Кур'ане. Вы есть напоминание. Для кого? Лиман калалаху кальб. У кого есть сердце. То есть, Субханава Талли, все, что с Кур'аном, оно все, он сердце. Субханава Талли, более того, скажем, любая информация, она здесь, в Москву. Кроме Кур'ана, Кур'ана сердца. Например, возьмите сейчас, вот, любое, например, каждый из нас помнит какое-то стихотворение. Субханава Талли, может быть, и исцелением от сердечных болезней. И даже это, Исцеление, то, что в сердцах очищает сердце, очищает, лечит сердца. Субханава Талли, Любое стихотворение, сейчас мы возьмем, которое выучили, там, даже в первом, втором классе, и каждый знает какое-то стихотворение, никогда его не забывает. С чего начинается Родина? Да, начало. С чего буквально начинается. Да, с чего начинается, да. И невозможно забыть. Но есть участие в Аль-Хараме, которые забывают, читают, он в день повторяет, очень много Кур'ана читает, даже кратами, но может забыться на простом аяте. Почему так? И не может вспомнить, пока ему не подскажешь сзади. Хотя он постоянно его читает. Потому что он не в голове, а в сердце. А Пророк Мухаммад, саллах, алей-салям, сказал, «Инна фил джасаде мувха». Есть в теле один кусочек, «Инна фил джасаде мувха». Если этот кусочек, он будет благим, то все тело благое. Вы хотели сказать, забывают те, у кого Кур'ан в голове. Нет, он у всех в сердце. Он у всех в сердце. Но почему забывает? Потому что если человек согрешил, а каждый у нас грешен, то в этот момент он забывает. Если человек согрешил, у него в голове он не может забыть, даже если он согрешил, он в голове. Но сердце, как сказал, когда имам Шафия, помните, посмотрел на пятку, нечаянно посмотрел на пятку. Женщина сразу отвернулся, и потом у него плохая память стала. И в этот момент он, субханаллах, пожаловался своему уставу «Ваки'а», и даже сказал в стихотворении «Я пожаловался своему учителю «Ваки'а», потому что моя память стала плохой, слабой, и он мне посоветовал оставить грехи, и сказал, что знание – это нур Аллаха, свет Аллаха, и свет Аллаха не дается грешнику. Поэтому здесь что? Почему он забывает иногда? Когда мы грешим, мы его забываем. Поэтому, субханаллах, даже если мы его наизусть, на зубок знаем, мы его забываем. Следующее, что мы постоянно должны, как не забыть в Куран, как его полюбить? То есть мы должны понимать, что если мы полюбим Куран, Аллах, субханаллах, нас полюбит. Пророк Мухаммад, субханаллах, сказал, «Карри, в Куран махирум бихим, ма асабраты, в Кирамил гарара». То, кто читает Куран, он профессионал в этом деле, он на дом ряду вместе с Ангилом. Так, дорогой Хазрат, как все-таки человеку начать изучать Куран? Первое, это все, о чем мы с вами говорили, это дабы подбодрить нам всех к любви к Курану. Это была присказка, как говорят в русских сказках. Да. Теперь сама сказка, первое, самое первое, что нужно сделать, это полюбить священный Куран, чтобы сердце к нему тянулось. Вторым шагом вы должны найти преподавателя и хотя бы освоить буквы, чтение, правильное произношение. Третьим шагом вы должны с этим преподавателем дойти до конца, до конца той программы, Барнамич, которую вы обозначили. Или вы хотите джуз выучить, или вы хотите весь Куран выучить, или вы хотите просто научиться правильно произносить, читать, самому начать разбираться. И, наконец, третий шаг, это погружение уже в смыслы. В смыслы, в аяты, да. И еще один шаг забыли, очень важный, поставить Куран на первую очередь. А, нашел. То есть, если с двух слов сказать, не Куран подгонять под наши дела, а дела подгонять под Куран. Абсолютно. То есть, отталкиваться от Курана, и не отталкиваться от дела. То есть, фактически, мы сейчас обсудили готовую программу. Первое, полюбить Куран. Второе, поставить его на первое место, выше всех остальных своих дел. Третье, найти преподавателя, который научит вас хотя бы читать. Следующее, четвертое, вы с этим преподавателем должны дойти до конца программы, которую вы обозначили. Или это весь Куран изучить, или это джуз изучить, или хотя бы освоить правила чтения. Ну и, наконец, пятое, это начать погружаться в смысл священного Курана, которые, они бесконечные, они безграничные, бездомные, фактически на это уйдет вся ваша жизнь. Дорогой Хазрат, многие ребята, мусульмане, которых я встречаю в городе, ребята из Кыргызстана, из Таджикистана, из Кавказа, они очень многие говорят, Руслан, мы, говорит, не можем дойти до Асхава Хазрата, дозвониться, у нас нет его номера, пожалуйста, передайте ему салам. Я от всех ребят передаю, но при этом я уверяю, каждого теперь, кого я буду встречать, каждый, кто будет обращаться ко мне, я буду спрашивать, начал ли ты читать Куран? И на каком этапе ты находишься? Аллах Всевышний Дорога Хазрата, за такое наставление. Если мы будем искренне с Аллахом, Аллах облегчит нам сейчас. Не бойтесь, шайтан будет всегда говорить, не получится. Аллах, пока мы живы, все получится. На скорых встречах. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...